И о них я чуть подробнее скажу ниже. И эти среды для всех. С маленькими мы начинаем программировать Code.org, используем разработки Blockly, бумажную информатику используем с первого-второго класса. И в Pencil Code мы работаем в четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом и девятом классах. И пять учителей информатики присоединились к нашему проекту. И цель нашего проекта – изменить ситуацию в школе с компьютерной грамотностью, с второй грамотностью программирования. Мы знаем все эти знаменитые слова о том, что программирование – вторая грамотность. Сейчас я приветствую участников. Немножко сама настроюсь тоже. У нас здесь смешанная аудитория. Тоноязычная, русскоязычная. Себинар проводится при поддержке ИЦА, нашей замечательной организации, которая занимается компьютерной революцией в учебных заведениях, как в детских садах, в школах, так и в высших учебных заведениях. И цель была поставлена в конце прошлого учебного года. И надо сказать, что именно эта среда «Пенсилкод» относительно новая, не очень хорошо известная. Может быть, поэтому мы сегодня вместе с вами. Еще раз напомню тем, кто сейчас присоединяется, короткая ссылка на презентацию. Вы можете писать вопросы в чате. Я вижу, что очень многие вошли в презентацию в Google и могут писать в комментариях еще и там. Я уже начну рассказывать про существу. Значит, среда «Пенсилкод» далеко не единственная, хотя и, может быть, самая новая, самая молодая разработка. Из проектов, которые относятся к раннему программированию, речь идет о программировании, начиная с первых классов начальной школы, может быть, даже с детских классов. Я бы выделила сейчас пять основных средств. Это проект «Кодорг». Многие из вас его знают. Он с большим успехом в течение трех последних лет мы используем эту среду в нашей школе. Результаты очень хорошие. Существует мотивация детей и удобство для педагогов. Это разработки блокли, языка программирования блокли. Это проект «Made with Code». Это программирование для девочек. Так позиционируется этот проект. Ну, это просто, может быть, такие небольшие фитры, небольшие апрекашки, в которых дети могут получить первые такие уроки. И, конечно, относительно давно мы в школе использовали скрыть. Но как-то не очень у нас пошло, не во всех классах, может быть, получалось программировать со скрыть. То ли не было хороших разработок методических, то ли среда оказалась сложноватой. Не знаю, в чем делать. Я лично пробовала, хотя у меня уроков и немного, давать уроки в скрыть. Но так как это задумано создателями в MIT, мы знаем, что это разработка MIT, не очень получалось. То есть каких-то предварительных навыков, переменных, циклов, конструктах. Программирования у детей не было. И поэтому создавать игры, рассказывать истории сразу с нуля получалось, но не всегда, скажем так. Не у всех детей это было без проблем. И поэтому родилась такая идея попробовать работать в среде «Пенсилфорд», которую я заприметила прежде всего как математик, как учитель математики. Что-то мне в ней понравилось, встретилась я с ней в мае прошлого года, впервые. Google ее анонсировал в среде других средств, других языков программирования. Я попробовала создать свои первые проекты и увидела, что эта среда очень математическая. Что не только для изучения как такового языка программирования, но и для обновления какого-то встречи, неформальной ситуации с математическими заданиями, проблемами открытыми годится эта среда. Поэтому сегодняшняя презентация не только для учителей информатики. Она для всех. Для учителей математики, для учителей начальной школы, для учителей, может быть, каких-то других предметов, например, английского языка. И план сегодняшнего вебинара, он проходит в течение часа. Я не обучаю работе в этой среде. Это первое знакомство. Все-таки мы со своими учителями в школе прошли уже достаточный путь и вместе с детьми, и кстати. И какие-то первые результаты уже появились. О них я скажу позже. Это все-таки вводный такой сегнар, который знакомит особенности этой среды, тем, как можно ее использовать, как можно посмотреть на эту среду шире. Например, почему шире? Вот обратимся к высказыванию человека, который, собственно, создал все. Он был праотцом этого дела, потому что еще более 60 лет назад великий, без преувеличения, Сеймор Пайпер создал первый язык программирования для маленьких. язык, на котором могли писать свои первые программы ученики начальной школы. И именно Сеймор Пайпер говорил такую сразу, что компьютеры должны быть разбросаны, как карандаши по школе, а не собраны в одном классе. И сейчас мы знаем более 100 диалектов языка лога. Я знаю, что язык лога изучается в российских школах, есть его какие-то специальные среды для этого возникли. И Pencil Code – среда, которая использует те же принципы, может быть, похожий синтаксис. И вообще это как бы потомок языка лога. Тем не менее, в этом языке, в этом диалекте есть свои какие-то привлекательные особенности, какие-то замечательные свойства, которые позволяют что-то новое. Именно поэтому мы сегодня о нем рассказываем. И Сеймор Пайпер сказал такую замечательную фразу об обучении программирования. Конечно, можно писать высоко структурированные программы, но можно их собирать и по кусочкам, ощупью, на скорую руку, и как получится вообще, переделывая, не смущаясь грязью, наращивая и развивая любым путем, чтобы получить желаемый результат. Мы придерживаемся такого же подхода к программированию. И здесь комплектуют, на самом деле, два серьезных подхода. Это так называемая советская школа программирования с углубленным изучением программирования, языков программирования. И подход, рассказывание истории, рассказывание своих, создание каких-то своих проектов учениками. Эти два подхода комплектуют, как комплектует классно-урочная система с проектов учениками. Тем не менее, мы решились, надо бы использовать именно в новом подходе вот этот середок. Об этом я тоже упомянула. Значит, сейчас для вас, в помощи тем, кто начнет работать, создан сайт, достаточно черновой, относитесь к нему как к черновикому. Тем не менее, на нем есть некоторые разработки, где 15, 16, 17, а может быть и более уроков, можно собрать на любые классы. На параллель 3-5 классов, на параллель 6-7 классов, и даже на 8-9 классов. Должна вам сказать, с удивлением я обнаружила этот факт, поскольку сейчас вдвоем с моим мужем закончили перевод с английского 120-страничного пособия людей, которые создали среду, pencil code. Теперь это доступно пособие для учителя на русском языке, об этом я скажу в конце своей презентации. Ссылочку вам дам на переведенный документ. Так вот, переводя этот труд, достаточно серьезное пособие, я с удивлением обнаружила, что авторы это считают, что эта среда, этот язык, кофе-скрипт, на котором все строится, это разновидность Java, только с упрощенным синтексом. Эта среда создана для учеников 10-го, 11-го и более старших классов. Это было для меня настоящим потрясением, оказывается, что в этой среде можно делать очень сложные проекты, создавать сайты, можно использовать библиотеки, можно на Java программировать, то есть среда по-настоящему богатая. Но, естественно, на Java вы переходите в программирование Java уже с использования не блочного редактора, а текстового редактора. То есть на самом деле ее использование в школе очень перспективно. Если мы можем начать с самыми маленькими, то мы можем и продолжить. У нас есть перспектива по развитию этой среды. В этой среде три типа проектов, которые позволяют эти возможности рисовать. Пока мы сейчас всей школой находимся именно в этом типе проектов, осваиваемся, плаваем в этих возможностях, есть возможность создавать музыку. Это одно из очень интересных направлений, которым хотелось бы, чтобы кто-то параллельно, может быть, занялся. Но здесь должны быть люди с музыкальным образованием, хотя бы начальник. Потому что должны быть не только первые пробы, первые пробы можно сами сделать, а именно какая-то методика, может быть, традиция. И проекты по конструированию игр. Здесь уже изучаются более сложные, интерфейс. Такие возможности тоже есть. Но сразу скажу, что до этого уровня мы еще не дошли сами. Поэтому делиться я буду сегодня только проектами типа дро, то есть рисовальными проектами. Главные принципы среды Pencil Code в том, что все, что здесь создается, свободно для просмотра, для расшаривания, то есть для возможности делиться, и для копирования. Это очень важный принцип, который используется и в других похожих средах, например, в среде программирования Scratch, в котором брать чужое не только не запрещено, но и рекомендуется. Потому что именно изучая чужой код, разбираясь в интересном коде, в котором у вас, в проекте, в котором вас визуально что-то привлекло, или какие-то появились для вас новые интересные возможности, у вас возникает желание влезть внутрь, разобраться, что неоднократно я наблюдала уже в течение вот этих нескольких месяцев, пока со своими девятиклассниками разбираюсь с проектами. Спасибо большое, кто пишут в комментариях о проекте «Снежилка». Я об этом скажу, потому что мы только начали, Новый год еще не так скоро, у нас есть время. И да, это один из проектов, в которых используется, в частности, шаблон с несколькими черепашками, об этом тоже немножко позже скажу. Значит, главный принцип среды еще раз смотри и лезь, копируй. То есть стоят или публикуют работы, или ссылки на работы ребята совершенно открыты. Буквально смотри, что делает другой, может вся школа. Какие при этом возникают риски, я тоже расскажу, потому что культура, конечно, это новое для нас, и для нас характерно другая культура, когда работу сдают учителю на проверку и на оценку, соответственно. Но с такими подходами и такими взглядами мы далеко не продвинемся, и поэтому нам придется переходить, переключаться на другую, на другие правила поведения и воспитывать в учениках другую культуру. Еще и еще раз хотел бы акцентировать, что мы не заявляем о том, что это альтернативный язык, лучше лоб или лучше скретч или лучше какой-то другой среды. Просто группа энтузиастов, учителей Таллинской, Кислинаской, Русской гимназии, города Таллина, из Эстонии нашла такие возможности, начала работать в этой среде, создавать уроки. Вот я здесь сегодня одна, на самом деле нас несколько, из активных учителей, которые создают свои уроки, они тоже у нас в студии, и готовят публикации, так что еще готовится достаточно большая публикация по проектам в среде Pencil Code. Все это годится для организации уроков, проектной деятельности, кружков и так далее. Ну и об уроках. С чего мы начинаем в своем при обучении в среде Pencil Code, как всегда в регистрации в среде. Это буквально несколько минут первого урока. У детей, которые привыкли работать в онлайн-средах, в онлайн-сервисах или регистрируются в каких-то игровых средах, это не вызывает никакой проблемы, и они сразу же входят в среду. Хотела бы предупредить вас, тех, кто не владеет достаточно английским языком, в этой среде оговорился, поскольку среда это создана выходцами из Google, программистом Дэвидом Бо, его сыном, она адаптирована для школ и опробована в нескольких американских школах запрет на настоящее имя при регистрации. Желательно, чтобы ученики вводили какие-то никнеймы или вымышленные имена. Но это связано с какими-то американскими законами. Вполне возможно, что для нас, для нашей школы, где, например, ученики используют свои личные Google-эккаунты, для них принято вводить имя и фамилии. Я не могла препятствовать при регистрации введению личных имен и фамилий, поэтому, ну да, аккаунты есть такие, личные. Честно говоря, не очень понимаю, чем это может грозить, такое нарушение приватности учеников, поэтому вот первая же страничка на титуле вы увидите такое окошко для создания нового аккаунта, сразу же просто вводите имя и пароль и регистрируйтесь. Значит, как сохранять готовый проект? У вас будет несколько панелей, у вас будет поделена поделена экрана на три панели. Панель блоков, панель, где появляется код и исполнитель работает на холсте, мы назовем его так, холстом по аналогии с холстом с кодом. Собственно говоря, много аналогий приходит оттуда. Вы можете писать свой код, создавать свой код не в блоках, а в текстовом редакторе, для этого существует панель переключения, такая вот закладка, которую мы используем. Готовые проекты сохраняются очень просто, достаточно нажать на кнопочку Save и он будет сохранен, но автоматического сохранения проектов нет, поэтому есть с этим небольшие проблемы, особенно у тех, кто привык работать в среде Google, Google документов и других самосохраняющихся или автоматически сохраняющихся средств. Здесь необходимо сохранять проект, и для того, чтобы им поделиться, поделиться им можно в двух, даже в трех вариантах, главный из которых это вариант просмотра, режим просмотра и режим кода. Дети публикуют часто в режиме просмотра, потому что хотят, чтобы их картинки увидели и проект учител увидел в полной красе. Но учителю также важно увидеть, что стоит за красивой картинкой, какой код, какова культура кода, насколько он короткий, компактный, поэтому я прошу публиковать проекты в режиме кода и потом легко переключиться между этими режимами, чтобы увидеть полноэкранный режим. Есть еще одна особенность, поскольку проекты сохраняются в виде таких иконок, вы видите, те, которые сделаны публичными, они имеют в виде превьюшки картинку, которая показывает, что там внутри этого проекта. И очень быстро ваш личный аккаунт замусоривается этими проектами, их очень много, в них достаточно трудно ориентироваться, особенно если вы активны в среде. Поэтому есть возможность создавать папки. Папки создаются очень просто. Вы просто набираете номер урока, ну как у нас принято, например, двятиклассниками, номер урока один, дальше идет косая черта слэш по-английски, и дальше вы пишете имя файла. Имя файла можно писать только по-английски. К сожалению, поэтому латинец кириллицу среда не любит. Тем не менее, ничего страшного в этом нет. Я знаю, что есть среди присутствующих те учителя, кто начал работать с малышами, и это замечательно, потому что среда полностью англоязычная. Она пока не русифицирована. Будет ли она русифицирована вообще большой вопрос? Честно говоря, может быть, из опыта только наших учеников, наших школ, не учеников 4-го класса, на самом деле в этом году 5-го и так далее классов, никаких проблем с англоязычностью людей, командами, операторами не возникло. Кстати, это один из дополнительных на самом деле стимулов, одна из дополнительных возможностей работы в этой среде. Скажу, какие, почему. Почему это возможно? На самом деле любое какое-то препятствие это новое возможно. Начинаем мы программировать блоков ART. У вас несколько блоков на палете, на панели блоков. Основные блоки, кто работал в 3D-Scratch, они очень похожи. Это блок ART и блок MOVE. Блок 3D-Scratch ART и блок движения. и после первых 10 минут урока дети начинают создавать проект. Без всякой теории, без всяких объяснений, без какого-то дополнительного фронтального обучения. Но это обучение тоже нужно как-то организовать, построить. Далее на первых же уроках, буквально на втором, на третьем, включаются блоки движения MOVE, с помощью которых можно рисовать спиром и простыми командами вперед, назад, направо, налево. Вот команда вперед – это форвард, команда назад – это бэк, на 100 пикселей вперед на 4 клеточки пробегается черепашка. Соответственно, команда бэк 100 пикселей назад, черепашка задом движется назад. Right turn и left turn поворот на 90 градусов. Кстати, сказать, дети замечательно ориентируются в градусах, скрепляют математические умения и так далее. Вот здесь, в этом списке перевод основных команд движения. Надо сказать, что в эту табличку после первого урока практически все уже наглядывали. Поэтому даже люди, плохо знающие английский или вообще не знающие, они достаточно хорошо осваивают список команд. первые проекты и это правила должны быть визуальны, хорошо, образы должны быть понятны, знакомы. И первые проекты, конечно, должны быть просты. Ничего сложного, ничего сверх заумного, никаких каких-то дополнительных знаний по программированию для создания вот этих образов не требуется. Основные команды это команды дот, пятно или кружок, команда бокс, это команда рисования квадратиками закрашенными и перо. И перо имеет свое толщину, здесь вы видите проекты, которые созданы с помощью этого несложного списка, плюс первые четыре команды движения вперед, назад, правый поворот, левый поворот. Все эти проекты созданы очень несложными командами. Может быть еще применяется здесь для рисования таких домиков перехода к окошкам, нужны будут команды поднять перо, опустить перо, чтобы нарисовать отдельно стоящее окошко. Перехода к декартовым координатам пока не требуется. Должна сразу сказать, что как и в Scratch здесь есть две системы координат. Черепашья координатная система относительно самой черепашки, то есть относительная, так и называется в математическом плане. Мы себя программируя, создавая проект для такой черепашки, мы себя представляем черепашкой, и дети прям показывают руками направо, налево, вперед, назад и так далее. И есть абсолютная система координат декартова, то есть оперирующая координатами на сетке x и y. Почему я очень рекомендую учителям начальной школы самим погрузиться в эту среду и использовать эту среду для входа в программирование. Конечно, дети наиграются с готовыми проектами по дор. Конечно, они проверят свои умения, но они там не могут создавать свои проекты. Тогда как здесь дети способны уже с самых первых уроков созданию замечательных своих творческих проектов. рекомендовала бы учителям начальной школы совмещать работу в среде консультфод или, может быть, предварить ее так называемыми проектами по бумажному программированию, которых сейчас много доступно. В частности, есть разработки и учителей нашей школы. Мы пользуемся готовыми разработками по дор. Правда, они англоязычные, но если будет такой интерес, можете прислать запрос, какие-то публикации можно подготовить по бумажному программированию. И после него уже переход в эту среду буквально учеников 4-го, 5-го класса точно, а в кружковой деятельности можно и раньше начинать, произойдет безболезнение. Можно подготавливать такие, например, задачи. Вот здесь смотрите, шаблон, в котором есть желтый квадратик и зеленый кружок. И задача, например, черепашки написать программу, набрать ее из блоков, как из желтого кружка перейти к зеленому по ступенькам, какие нужно совершить команды, выполнить команды. Вперед, поворот налево, поворот направо, опять поворот налево, вперед и так далее. И здесь им очень нравится быть успешными таких заготовок легко можно создать много, разбросав эти два предмета, эти два объекта, желтый квадратик и зеленый кружок в разных частях холста и предложив детям разные вещи. Но, как вы понимаете, это легко сделать и на бумаге тоже, поэтому такое переплетение идей, взаимопроникновение бумажного программирования программирования будет происходить, побудит учителя создавать какие-то новые проекты. Рядом вы видите программу, которая уже работает, код, которая уже работает с координатами, но, или, допустим, он просто упрощает вот эту песенку левой программы, то есть переход к циклу с повторяющими действиями, которые мы прописываем в теле цикла, он здесь тоже проходит безболезненно, потому что ребенок визуально видит, как ему можно просто оптимизировать программу. Еще одна идея, которая связана с особенностями среды, это идея использования чужого кода или готовых шаблонов. Вот почему эта идея продуктивна. Дело в том, что мы все рабеем перед белым листом бумаги. У нас у всех могут возникать проблемы, с чего начать, какую команду поставить первой и так далее. Но когда ребенок берет чью-то заготовку, то ему бывает гораздо легче работать с этой заготовкой. Один из примеров родился у меня, когда я разбирала готовые проекты, опубликованные в среде. Есть коллективное хранилище, в котором вы можете видеть все недавно опубликованные проекты. Надо сказать, что училась работать в среде, осваивала именно изучала а что там код с ним. Вот здесь на этом слайде пример. Задание звучит так. Дети получают готовый код, который они себе копируют, и черепашка рисуют вот такой автомобиль. Задача превратить автомобиль в автобус. Я приведу пример того, как здесь реализуются планируемые учебные результаты, которые мы ставим, планируем на этом уроке. Дело в том, что рисовать перо это урок второй или третий от начала. Здесь уже умеют. Для них проблемно рисовать колесо. Проблема развернуть челесо в нужный момент. Проблема рисовать колесо как окружность или как дубу. Здесь специфически записывается дуга. Это, например, правый или левый поворот на 360 градусов. Дети, кстати, говорят о том, что этот поворот должен быть на 360 градусов. И с определенным разницем. Второе число это числовое значение разницы. 20 меньше клеток. И когда дети видят уже код, как реализован автомобильчик, каким кодом, с автобусом здесь очень много разных историй происходит, потому что автобус начинает ломаться, разрушаться, колеса не в ту сторону, автобус вверх ногами, масса забавных историй, но азарт, мотивация полосальная, потому что есть цель создать автомобиль автобус. и достигая этой цели дети свои цели, они незаметно учат, они спрашивают все время, а как полису, а как эти вопросы, они, ты переадресуешь их назад и говоришь, а как, а вот как полису нарисованы, смотри, как здесь в готовом коде оно реализовано. И вот этот проект о создании машинок, который можно сделать в следующем, уже собственных окрашенных машинок, дети с удовольствием его подкладывают. И вообще в этой среде чем больше таких творческих людей, особенно в начальных классах, можно в течение длительного времени не переходить к каким-то сложным конструкциям или концептам, циклам или командов ввода-вывода и так далее. А рисовать, развивая именно какие-то пространственные геометрические и математические представления. То есть на клической бумаге достаточно хорошо можно заниматься математикой с углами, с геометрическими фигурами и так далее. Об этом я чуть-чуть позже скажу. Вот здесь на этом слайде вы видите первые проекты. Вот буквально через 10 минут после начала первого урока детям предлагают запускаться какая-то из программ и в динамике они смотрят вот такую например гусеницу как она потом нужно сделать гусеницу у которой черепашка возвращается назад. А после этого им нужно будет сделать цветочки. Цветочки уже очень интересные ситуации проблемные которые дети сами задают вопрос а как а что здесь нужно сделать черепашке двинуться вперед поставить точку назад повернуть на угол опять вперед поставить точку назад опять повернуть на угол и у кого-то даже сразу если это дело задание в 9 классе как делали мы у них конечно сразу возникает идея оптимизировать поставить дисциплик надо сказать что своему большому удивлению впрочем даже уже наверное я и не удивляюсь все математические знания которые они получили на уроках математики единственным образом не работают на информатике на программировании например на вопрос о том на какой угол должна повернуть черепашка чтобы нарисовать этот цветочек что начинают делать наши дети они начинают методом методом перебора выкрикивать а 15 а 20 а там 45 и так далее и не наступает вот этого главного главной ситуации при которой они должны собственно говоря посчитать количество подумать о том на какое число разделить 360 чтобы получить угол поворот и так далее то есть таких ситуаций на уроке возникает очень много и почему я говорю что это самая настоящая математика а не почему это интересно было бы учителям английского языка потому что это англоязычная среда полностью здесь есть замечательные команды англоязычные здесь есть 140 названий цветов дополнительных кроме тех 8 которые в обязательном выпадающем списке здесь они работают с названиями форм и если в конце дети постарше делают интересный проект то с помощью комментариев которые отделяются решеткой неисполняемая команда вы можете писать комментарии если такое правило включить финальный проект то это могут быть очень интересные уже описания на английском или на русском языке написать можно в комментариях могут быть программистов которые пишут такой хелф сопровождение программ но математика как я уже сказала очень обширна в этом в этой среде то есть возможности ее использования применения развития именно с целью развития полосаем здесь набросаны несколько проектов несколько таких задачек вызовов я их называю можно предложить детям картинки и попросить черепашкой нарисовать такой программ мы начинаем из простого упражнения окошка и переходим к более сложным фигурам по ссылкам вам доступны будут уже готовые проекты с которыми могут разобраться те кто никогда не программировал повторяю это интересно для начинающих для самого широкого круга вообще из математических тем как учитель математики повторю я сама не программист не в общем информатик даже потому что ведут в школе слишком мало часов чтобы называть себя учителем тем не менее как учитель математики с большим стажем свой предмет я не отдам никому все-таки я математик должна вам сказать что такие темы как углы геометрические фигуры система координат вообще координаты на плот переменные очень сложное понятие в математике программирование функции симметрия поворот подобие перенос на вектор это все темы которые можно умело включать при выполнении тех или иных проектов картинки здесь скорее следующие надо видеть задачу целостно и вы можете эту задачу похожие задачи найти в тех материалах ссылки на которые расположены дальше в презентации в моих пособиях и на том сайте который я вам рекомендую в качестве основы повторяю этот чернович это не полноценный ресурс потому что тот сайт с которым я работаю с девятиклассниками он находится в закрытой среде и там идет эксперимент мы пробуем у нас несколько учителей версий сайтов они пробуют своим путем идти поэтому методика только можно сказать рождается несколько примеров проектов которые можно делать по математике например с координатами при первом изучении кардиа здесь приведем пример с моими собственными имиталами LR Людмила Развестовская и собственно говоря используются команды move2 jump2 и поворота и перо и значит создание буквы буквы Р явно Это поворот на 180 градусов. И этот проект, чем хороши мини-проекты, они занимают меньше 40 минут, они не требуют какого-то домашнего задания. То есть ребята вполне за это время справляются с таким проектом. А вообще, надо сказать, что неуспешных в этой среде работающих детей вообще нет. Их не то чтобы мало, их вообще нет. То есть не было такого случая, чтобы по причине трудностей возникших, каких-то препятствий ученик не справился с проектом. Если допустить много вариативных заданий и собственную трактовку учеников, то неуспешных просто нет. Есть более сложные проекты, есть дети, которые начинают экспериментировать, интересуются как поглубленно. Всегда можно найти возможность какую-то версию предложить. Здесь вы видите, собственно говоря, галерею имен. Можно полностью написать имен, можно просто иментировать, можно написать латиницей, можно написать лилицей. Вот такая идея мини-проекта при изучении кардиналов. Моя коллега по школе Кристина Торопова, которая в Фейсбуке активно публикует тоже свои разработки и проекты детей, учеников нашей школы, она эту тему подаёт очень интересно. Они рисуют фигурки животных. Если вы на неё в Фейсбуке зайдёте, вы можете увидеть прямо код проектов. Очень интересная разработка. Но я решила не нарушать авторские права Кристины и на каких-то слайдах не представлять других картинах. Это проекты, которые мы истинимировали. Ещё координаты можно изучать в подходе, который называется арт-математика. Мы его распространяем и на программирование тоже. В качестве образца, основы для визуального проекта, берётся картина художника, как правило, картина художника-абстракциониста. То есть это всё-таки картины, которые состоят из геометрических форм. Квадратов, перегоник, кругов и так далее. И как мы видим, вот эта картина художника Вазарелли, родоначальника Упарта, она состоит из фигур, собственно говоря, квадрат, повёрнутый квадрат и круг. В нашем пенсил-коде это до и бокс. И команды движения и поворот. Вперёд, назад, поворот налево, поворот направо. Но поскольку здесь, кроме цвета, цвет не повторяется, а вот объекты повторяются, скажем, во втором и третьем ряду, очень интересен анализ, который могут провести дети. Вот здесь он приведён в виде такой стенки. Скоро на образовательной галактике Intel будет статья, посвящённая отдельно программированию на основе картин. Здесь можно увидеть, что можно здорово поработать с системой координат, с движением по осям Х и У, потому как этот путь проходит через флажка, и поупражняться в каких-то обобщениях с координатами. Не просто в движениях по клеточкам. Очень часто дети маленького возраста не совершают этого обобщения, тогда как ученики старших классов уже должны соображать, что, допустим, можно мыслить рядами, столбцами, как отличаются координаты, скажем, двух соседних рядов и так далее, и так далее. Ну, для математики понятно, о чём я говорю. Если вспомнить, вот мы с учителями пробовали делать этот проект, очень интересен ещё вопрос выбора стратегии. Никто никогда не принуждает учеников следовать какой-то одной стратегии, которую выбрал тот или иной, собственно говоря, учитель, или какой-то учеников. Они всегда предлагают свои варианты. Кто-то начинает идти вот так вот, по дизайнам, кто-то мыслит рядами, кто-то начинает копировать кусочки кода. Вот идея как раз создания этой картинки в том, что здесь можно копировать ряды целые. Код получается достаточно длинный, ну, такая трудоёмкая работа, и вот как раз идея какого-то обобщения, упрощения, она к ним придётся. Ну, или картинка просто пояснилась. Очень слабо, как учитель математики, должна вам сказать, очень слабо у детей разве это представление о подобии. И, конечно, в среде программирования Pencil Code мы можем включать очень интересные идеи с функциями, с переменными, включать идею подобия и включать идею длинных переменных. В частности, вот в этом примере вы видите масштабированные ревца, состоящие из треугольников и ствола. Это совсем недавно эту тему мы разбирали, и нам сказать, что их представление о переменах, которые они черпают из уроков и страстики, ну, мягко скажем, оно недостаточно. Их представление о том, как работает переменная, для чего она нужна, а что такое функция переменной. А здесь ведь мы имеем дело, вот если кто-то читает код, видит функции трех переменных, первые две они опознают их с игрой, переменная сайта для них новая, потому что таких длинных имен переменных они, знаете, не имеют. Сайты – это обычно матемские буквы. Вот такой проект по созданию пейзажа, по использованию подпрограмм, для ввода в тему, что такое подпрограмма, что такое функция, очень неплохая тоже идея. Она описана в статье, которая включена в посылку, и такие проекты на основе шаблона может быть для кого-то, кто-то может ее с помощью в редакторе набрать, но резко. И начинающих обычно мы используем шаблоны. Еще один проект, о котором хотелось бы сказать, это проект, связанный, опять же, в подходе арт-математики с художниками Малевичем, Мазрианом и Паспусом. Предварительная работа в этом проекте необходимая – это рисование черепашкой базового набора геометрических фигурок. Куда входит квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, полукруг, ромб, возможно, трапеция или параллелограмма. И если квадрат ученики создают достаточно быстро, на самом деле не так просто треугольник нарисовать, потому что нужно довести черепашку. Они все выполняются не в координатном подходе, а в черепашьей графике, то есть в относительной системе координат с черепашкой. Поэтому довести, замкнуть треугольник – достаточно сложная задача. Там нужно подбирать угол поворота, одно вспомнить свойство углов треугольника и так далее. Вот здесь нарисована задача построения ромба. Надо сказать, что просто из практики я работала в девятом классе. Ничего. Такая получается ситуация, что они привыкнут, что здесь все легко и просто, с блоками они начинают разбираться, и достаточно быстро привыкают к мысли о том, что черепашка рисует. Черепашка ходит, оставляет цвет, пера и так далее. Как только они сталкиваются с ромбом, у них все расползается, ромб не строится, потому что привычки нарисовать на бумаге, вспомнить свойства ромба и поработать с углами, они здесь очень важны. Нет, видите. И это был первый звоночек, что вы коллективно вспоминали свойства углов ромба и вместе решили, на какой же угол повернуть черепашки, которые первоначально ориентированы. На какой угол ей повернуть? Этот рисуночек пришлось специально создавать, помещать на сайте, чтобы он был подсказкой, потому что самостоятельно справиться с ромбом удалось нести. Печальная ситуация, но она опять и опять повторяет уже известные наблюдения. Да, пройдено на уроке математики, да, свойства ромба – одна из самых простых и первых темпо-диагностей. После фигуры вообще нет. И оказывается, что в простейшей первой же житейской ситуации дети не могут применить эти полученные наблюдения. Вот как раз здесь они сразу же их вспоминают. Мы говорим о том, что впереди экзамен у девятого класса, и так далее. Еще один пример художника. Смотрите, разнообразие такое замечательное. Готовых картинок, иллюстраций можно найти в интернете. Все из них очень легко воспроизводятся уже на первых уроках консульта. На первых. Ну, в зависимости от разных учеников. Если это ученики, скажем, там, восьмого-девятого класса, может быть, начиная с шестого класса, когда они знают уже координаты, можно давать какие-то из этих проектов. Какие-то из них, например, концентрические круги или неконцентрические. Черепашка может нарисовать и в четвертом. Для того, чтобы построить картину Малевича, нужно предварительно научиться рисовать геометрические фигуры черепашки, заливать их цветом, а потом еще и прыгать в нужную точку. Вот там. То есть применять координаты. То есть это проект уже для детей постарше. Но, опять же, это мини-проект. Его можно сделать меньше, чем за сроком уроке. Или очень небольшой домашний проект. То есть Малевич, Мандриан, современные американские художники, российские художники, футболские художники дают прекрасный материал для создания таких проектов. Ну, здесь еще один из примеров масштабирования, использования переменных. Вообще, это отдельная тема методическая о том, в таком виде, как начинать разговор о переменах. Мое мнение такое, что все-таки, пока мы работаем с черепашкой, которая ходит по клеточкам, это может называться бумажной информатикой, может называться рисованием среди концов, но пока это еще нельзя назвать программированием. Программирование начинается, собственно говоря, с появления в ходе переменных. С введения этих переменных, с описания переменных. Вот такой культуры мышления, опять я говорю о массовом, не о каких-то одаренных учащихсях, которые уже знают несколько языков программирования. Так вот, эта проблема, как вести переменную, как дети должны с ней работать, очень интересная тема, которую можно было продолжить и развить. в какой-то другой ситуации, в какой-то другой ситуации. Ну, один из проектов, которые мы сделали достаточно быстро, это рисование флагов. Причем инструментов у детей всего были в блоке арт, в блоке движения. И они могут это делать как формами, так и зальными. Готовыми формами, так и зальными. Очень интересные получились проекты. И повторяю, тоже тратки. О, тратки для тебя. Что можно делать в этой среде? Короткие мини-проекты. Как мы обычно собираем продукты? Ну, здесь вы видите какой-то кусочек таблицы. Она организована как таблица Google с доступом на группу учащихся. У меня эта таблица на две группы учащихся разных классов, девятых, двух. И в первом столбце дети, мобилии, естественно, обрезаны, публикуют ссылку на ЭКЛ. Очень часто бывает так, но частенько, что они публикуют неверную ссылку, или, которая ведет на пустой проект, ну, как ошибки. Получается, что вы не можете по ссылке открыть проект. Вам проблемы со сценивания. Если зайти в ЭКЛ, вы легко можете отпускать, особенно если с первых уроков вы учитесь и симметизировать по пау. ЭКЛ проекте. Об этом я и сказала бы раньше. Чем замечательна такая таблица? Да, код открыт. Да, дети видят работу друг друга. И они могут учиться. Возникают и те риски, о которых я говорила лучше. Риски списывания. Банайного списывания. Несколько, буквально несколько таких ситуаций возникло, потому что дети нашей школы в подобных таблицах публикуют задания по многим. И понимание, зачем это делается, у многих тоже есть. Но не у всех. Поэтому при первом же возникновении ситуации плагиата, она очень быстро всплывает, потому что буквально в течение первых урока мы проверяем, что доделано, переделано, сделано к уроку, открываем проект. И если раздается возглас, где-то я это уже видел, то понятно, что идея заимствована или что-то еще. Тогда как, конечно, у детей возникает вопрос. Часто они его задают. А зачем вы тогда публикуете открытые таблицы? Почему мы можем видеть работы друг друга, если мы не можем брать? Брать можно по-разному. Можно разбирать кусок кода, можно создавать что-то свое на основе чужого кода. Но полностью копировать идею, рисунок, элементы какие-то, работы одного класса, так сказать, это правило все-таки соблюдения авторских прав, вопрос соблюдения авторских прав. И тоже повод это очень коротко обсудить. Но при первой же ситуации это проблем не с первым. Замечательная идея. Хочу поблагодарить нее Ирину Ахонину. Она присутствует сегодня на вебинаре. Учитель из Москвы, которая подключилась летом к нашим онлайн этим семинарам. И как правило, публично. Некоторые из нас публикуют в фейсбоке репортажи о тех событиях, ссылки на то, что мы делаем. Вот в июне месяца этого года мы с учителями сделали недельный курс погружения в Ирину Ахонину. Там были учителя математики и информатики на этих курсах. Это были фонтанные школьные курсы, которые никем не организованы, просто внутришкольная такая учеба. Она проводится специально в такое время, когда учителя послабоним. В течение недели два, а может быть, три часа мы соберались в компьютерном классе и прорабатывали вот эти первые уроки в Ирине Ахонину. Лучшего способа, чем знакомить детей с понятием цикла, чем мандалы, рисование мандал из таких вот красивых рисунков, я, пожалуй, не знаю. Поэтому методика хорошо работает, дети с увлечением создают свои интересные проекты. Здесь вы можете видеть несколько таких примеров. Вот эта история замечательная, с мандалой, которая справа сверху расположена. Это рисунок нашей китайской ученицы, девочки поэмной Тиен, которая регулярно поражает одноклассников своими проектами, тем, как она какую-то свою привносит китайскую культуру в свои проекты. Впрочем, получила признание своих классников именно благодаря своим интересным проектам. Интересный заход на включение нескольких перепах и параллельно проведением идеи осевой поворотной симметрии дополнительные черепахи включаются в блоке спрайт. Вот так описывается команда создания новой черепахи. И та фигура, которую вы видите сейчас на чат-сюжет, это шаблон, который предложен черепахи. А черепашки уже ориентированы соответствующим образом, на них выбраны цвета, и они повернуты к другому на 60 градусов. Работают через черепах разного цвета, и у каждой разное цвет. Для того, чтобы легче было тестировать, легче было различать движение каждой черепахи. через подпрограммы, которые написаны для каждой черепахи, вот здесь в конце программы они вызывают команду групп и выполняют свой танец черепашей. И этот шаблон мы использовали в проекции, которые решили провести как конкурс общешкольный на создание лучшей снижения. Вы спросите, что же тогда делать детям, если они получают такие готовые шаблоны, в которых уже все расставлено, все написано, черепашки добавлены и так далее. На самом деле у них высвобождается время для работы с одной черепашкой, потому что в этой программе дети должны выпить одну черепашку, остальные все с помощью специально организованной конструкции просто повторяют ее движение. И вот как раз то, насколько замечательный тонкий подробный рисунок нарисуется, насколько он разбирается с углами, с симметрией, зависит красота этого конечного продукта. Сейчас я уже имею порядка 30 сниженок первых, мы начали на прошлой неделе, это все с конечной сниженок. им показаны на картинке возможные мысли, вот на верхней картинке, но как вы видите, очень такой скудный. Надо сказать, что дети проявляют и творчество, и интерес, и как мы осуществляем сдачу этих проектов, в открытом текстовом документе, в котором нарисуем на таблете, вставляем скриншот рядом со своим именем и ссылки добавляем. Затем мы это загоним в форму вокал, сделаем проекты анонимными, безымянными, и в точном голосовании на футбол. То есть дополнительно пропаганда, так сказать, в школе идей программирования, идей привлечения к прекрасному занятию, вечернему для подростков, интеллектуальному занятию, она будет поощряться через специальные в нашей школе очень активно работает официальная страница школы на фейсбук, и когда родители видят, чем заняты дети, согласитесь, дополнительная мотивация помогать им, участвовать, и, так сказать, школу видеть, по-другому, что мы здесь тоже не дурака валяем. Еще один более сложный проект, до которого мы пока не добрались, но обязательно доберемся с девятиклассниками, здесь уже будет очень интересная работа со слоями, с сроками, с лавцами, и с несколькими петлями, созданием паркетов. Здесь я должна упомянуть учительницу Санкт-Петербурга Ладу Сащенко, с которой летом в сообществе Сигном мы разрабатывали идеи паркетов, она написала замечательный пост о возможности такого межпредметного проекта по технологии искусства математики и программирования городскими паркетами. паркетами помощи не иммунитами. По тому, что уже проведено и какие есть возможности интересные идеи для реализации проекта самые маленькие. Совсем недавно, буквально месяц назад, в рамках Европейской недели кода мы сделали проектную мастерскую в своей школе по воссозданию эстонского национального узора в среде пенсульфорта. Технология работы в этой среде подразумевает на первом этапе рисование на плече пигуны, создание своего проекта. Вот вы можете видеть даже на этих плохих пиншотах, фотографиях, что дети уже начинают рисовать пигуны, вымерять какие-то состояния между элементами потому что они понимают, что нужно будет переносить бумаги в среду с помощью определенных команд. Проект получился удачным, мы создали коврики, с них мы начали, с полосатой коврик, это самое простое, что может рисовать черепашка, а уже варежки, конечно, получились не у всех, но, по крайней мере, не все такие, как было дорисовано на бумаге. Тем не менее, весь процесс, вот весь этапы от рисования на бумаге до конечного продукта в цифровом виде участники нашего группа прошли. Это были дети 2-го, 3-го класса. Паршеклассники, которые тут же участвовали, параллельно у нас была смешанная группа, они выполняли более сильные проекты, вы можете по посылке открыть целую презентацию, которая была подготовлена к этому воркшопу. И это все не рисунки из интернета, а все спиншоты тех работ, которые создали Элистаршин. Очень интересная работа. Ну и еще одна тема, которую хорошо эксплуатировать, я бы сказала, вообще придумала ее, бросила в сообщество Кристина Торопова, тема оптических иллюзий, создание с помощью черепашек, создание оптических иллюзий. Кажется, что это сложно. Есть действительно очень сложные проекты, но есть иллюзий, и Кристина в этом большая мастерия, которые здесь делают такими простыми средствами, что даже представить невозможно, что за этим проектом стоит вот такая простая набор команд. Ну вот, если мы видим здесь поворотные черные квадраты, черно-белые квадраты, бесконечно используют циклы, хотя с малым количеством объектов можно делать маленькими и детками. И я тоже посвятила летом пост этой идее оптической иллюзии средствами консульсов. Здесь есть более такие проекты для более старших участков с поворотной симметрией, с несколькими черепашками, с новым тема для проектов и можно ее сказать как самостоятельный проект и так далее. Ну и как я обещала наш вебинар подходит к концу немножко рекламы, немножко информации о том, что доступно для вас в сегодняшнем дне, буквально у нас Дэвид Бо разработчик программы «Разработка», который собственно занимается такими детскими проектами. Вообще среда язык анонсирована на одной из конференций только в 2015 году. Можете представить, насколько новая эта разработка. Десять месяцев ушло у создателей написание этого методического пособия и те, кто интересуется средой языком CoffeeScript более серьезно, в этом пособии найдет для себя массу очень интересных методических и просто уроков. Урочные разработки с садами, со ссылками. Замечательное пособие, очень его рекомендуемое. Англоязычный вариант есть на самом сайте, а русскоязычный вы можете скачать. Ну, а для тех учителей, кто пока только начинает и хотел бы использовать идеи карандашного программирования в своей работе ученики и информатики и специальной школы, рекомендую пособие, которое сложилось как сумма пособий в галактике, что было написано пособий в моем блоге и галактика помогло оформить методическую разрабленность. Надо сказать, что посты на эту тему будут продолжены. Эта тема меня интересует. Я хочу развиваться дальше. И те, кто готов со мной приглашают, во-первых, публикации, последние, из которых как раз рассказывают про проект в Европейском, в Европейской неделе кода, вот об этом воркшопе с рукавицами, которыми я рассказала. А предыдущие содержат достаточно много примеров, причем один пост это не один урок, а может быть целый сирий. И на этом хотел бы попрощаться, еще раз пригласить учителей математики, информатики, в сообществе сирий, в которые можно попасть в посылки, в посылки подписаться. Мы там тусуемся смешанным составом, там учителя математики, информатики, начальной школы, те, кто интересуется вопросами обновления преподавания математики, обновления подходов, программирования, популяризации идей, милостепрошения. И также конечный фейсбук, который я достаточно часто делюсь с теми по своими разработками. Спасибо большое всем присутствующим. Надеюсь, что звук не подвел. И те комментарии, которые, надеюсь, у вас оставятся в презентации, с удовольствием прочитаю и на них ответят. А сейчас попрощаюсь. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok